В данный момент ситуация складывается так, что сезон в полном разгаре, я копаю вовсю, причем копаю достаточно успешно, но партнеры, которые ездят со мной, попросили притормозить выкладывание видео, потому что так как я снимаю, ввожу камеры из стороны в сторону, не люблю снимать только чернозем под ногами, при такой манере съемки, как у меня, всегда есть возможность спалить места. Поэтому сейчас я накапливаю видеоматериал и думаю в конце сезона я его выложу, причем выложу именно так, в виде клипов с разных мест, с разных регионов. Ну а пока будет учебное видео по обновленной программе Ози Эксплорер и по работе со спутниковыми снимками в обновленном Ози Эксплорере. Для работы нам понадобится программа Ози Эксплорер версии 3.95.6e, самая последняя, которая в данный момент имеется. Скачать можно либо с официального сайта за небольшую денежку, либо поискать в интернете вылеченные версии. Когда вы эту программу установили, вам нужно зайти в папку компьютер, допустим если она у вас была установлена на диск C, как у меня, найти эту папку Ози Эксплорер, найти папку в ней мэпс и найти папку интернет мэпс. Дальше вот этот файл интернет мэпс надо будет скопировать и положить туда, где у вас находятся ваши старые карты для работы с Ози Эксплорером. В моем случае user mypictures with explorer. И сюда сбросить этот файл. В моем случае это уже сделано. В общем, в сути вы поняли, что вот этот файл интернет мэпс, он должен быть скопирован в одну папку с вашими файлами для корректного отображения в программе. Ну, теперь можно запускать Ози Эксплорер. Итак, если вы все сделали правильно, загрузили на свой компьютер и установили программу Ози Эксплорер 395.6Е, перекинули файл интернет мэпс в папку с вашими старыми картами, то теперь при правом клике мышью в меню «Найти карту под курсором» в открывающемся списке будет доступна верхней позиции меню карта интернет мэпс, карты из интернета. Жмем «Открыть». Как видите, теперь компьютер делает то, что раньше Ози Эксплорер делать не умел, а умело делать только SAS планета. Подгружает карты с различных сервисов. И это позволяет нам очень быстро работать как со старыми картами, так и с современными космическими снимками. В принципе, раньше мы все это делали, господа копатели, но делали с помощью программы SAS планет, с помощью программы Google Edge. Просто не выходя из Ози Эксплорер, раньше этого делать было нельзя. Теперь такая работа стала возможной. Можно выбрать тип карты, спутниковые снимки Virtual Edge, спутниковые снимки Google, различные карты. Соответственно, все фичи, которые я вам раньше показывал, они теперь так же работают. Инструмент Waypoint так же работает. Инструмент Track, который я раньше вам показывал, так же работает. Теперь рисовать и переносить свои рисунки с спутниковых снимков на старые карты, со старых карт на спутниковые снимки стало легко и просто. И все это можно теперь делать, не выходя из программы Ози Эксплорер. Сейчас я очищу карту и мы с вами немножко поработаем. Заранее скажу, что место, которое я сейчас буду демонстрировать, оно выбивалось копателями уже более 10 лет. Вы, конечно, туда можете съездить, посмотреть, что там еще осталось, но не говорите потом, что я не предупреждал. Итак, мы можем с помощью меню найти карту под курсором, поставить, допустим, современную сначала карту. На современной карте или теперь уже на аэрофотосъемке какое-то выявить белое пятно на карте и с помощью меню найти карту под курсором посмотреть, что в давние времена, по-быстрому теперь посмотреть, что в более давние времена было на этом месте. Допустим, я выберу карту 1929 года. Ага, и на карте 1929 года я вижу, что на этом месте была деревенька Ягманы. Ставлю два флага, еще одна деревенька рядом и еще одна деревенька рядом и еще одна деревенька рядом. Теперь я беру инструмент трек и с помощью инструмента трек прочерчиваю дороги. Зажимаю левый альт, чтобы прервать рисование линии. Все, основные дороги прочерчены. Сейчас можно убедиться, насколько старое это место и проверить его на карте 1860 года, карте Шуберта. Заодно убедиться, что в старые времена там по центру подходила еще дорога. Значит, мы опять берем инструмент трек и нажав альт, прерывая линию, подчерчиваем эту дорогу. Дальше нам с помощью карты 1983 года надо будет посмотреть, как все это будет выглядеть на местности. Ну вот, все более-менее верно. И теперь весь этот рисунок, нисколько не мучаясь, мы можем, опять-таки, правым кликом мышью, выбрав меню «Найти карту под курсором», мы можем подключить нашу интернет-карту, загружаемую из интернета, текущую, текущий спутниковый снимок. А, здесь мы его можем немного увеличить. Нажал с точностью да наоборот. Нажал. Не то. Ну вот, мы увеличили наш снимок. И теперь прямо на спутниковом снимке, прямо в программе «Узи Эксплорер», буквально потратив небольшое количество времени, мы видим все наши точки интереса. Мы с точностью до нескольких, может быть, не метров, но плюс-минус 10, 20, 30 метров видим дороги прямо на спутниковой фотографии. И все это, в конечном итоге, экономит нам огромное количество времени для работы. А сейчас мы закончим с программой «Узи Эксплорер». Я лишь упомяну напоследок, что все карты, которые я здесь показывал, карты 1929 года, карты Шуберта, карты Стрельбицкого, карты Генштаба, можно заказать на территорию Латвии. Я занимаюсь только территорией Латвии. Так вот, все карты, указанные, показанные в этом видео, можно заказать у меня, написав мне на электронную почту. Ну а сейчас мы закончим с «Узи Эксплорером» и перейдем к программе «Гугл Эч». Несмотря на то, что спутниковые снимки теперь возможно загружать прямо в «Узик», своего значения, программа «Гугл Эч» все еще не потеряла для копателей, и ей тоже можно использоваться. И сейчас я немного расскажу и об этом тоже. Итак, программу «Гугл Эч» я бы списывать со счетов не стал, даже учитывая тот факт, что теперь загрузка спутниковых снимков возможна прямо в «Узи Эксплорер». Списывать эту программу со счетов я бы не стал просто, хотя бы потому, что есть отличная возможность, называемая «Гугл Стрит Вью». Покрытие для Прибалтики очень-очень неплохое и продолжает увеличиваться. Мы можем в любой момент, перетащив человечка на нужную нам дорогу, посмотреть, допустим, и качество дорожного покрытия. И качество дорожного покрытия, подъезды. Возможно, что интересующая нас точка будет прямо с краю от какой-то там дороги. Плюс ко всему «Гугл Эч» загружается все-таки заведомо быстрее, позволяет переноситься там из точки в точку гораздо быстрее, экономя время. Поэтому использование этих программ «Гугл Эч» и «Узи Эксплорер» вполне возможно параллельно. Сейчас я покажу то же место, которое мы обрабатывали несколько минут назад с помощью «Узи Эксплорера». Вот это место. Можно поставить также точки интереса. И потом эти точки интереса можно будет экспортировать в «Узи Эксплорер». Учитывая, что здесь в программе «Гугл Эч», «Земля Гугл» все происходит гораздо быстрее. Списывать эту программу существов мы не будем. Сейчас поставим точки интерес. Можно придумать какие-нибудь описания, но сейчас мы этого делать не будем. Кроме того, используя возможность «Гугл Стрит Вью», мы сейчас посмотрим окружающую местность, качество дорог, возможно ли туда подъехать на легковухе. Ну, вполне-вполне себе. Можно, используя «Гугл Стрит Вью», опять-таки посмотреть структуру сельского хозяйства. Вот видно, что здесь у нас стерня и была пшеничка. Это нам вполне годится. Главное, чтобы не бурьяном все заросло. Значит, активно зона активного сельского хозяйства. Нормальные подъездные дороги. И мы можем ехать туда. Закрываем просмотр улиц. Теперь нам эти точки интереса, на которые мы собираемся подъехать, нам нужно их сохранить. Все вот эти четыре точки, которые я поставил, нам надо сохранить. А, и еще забыл одну маленькую вещь. Чем хорош «Гугл Эдж», то, что есть фотографии. То есть, даже там, куда не добивает «Гугл Стрит Вью», скажем, вот до этой дороги он не добивает, там есть фотографии. И порой эти фотографии, вот такие живописные руины, могут навести вас на отдельные мысли. Значит, полюбовались фотографиями. Теперь нам эти отмеченные точки в известном нам районе нам нужно будет экспортировать в OZ Explorer, чтобы проверить эти точки на старой карте. Для этого нам нужно будет открыть меню «Вид», открыть боковую панель. Теперь временные метки кликаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем «Сохранить местоположение как». Файл «КМЗ» нам не годится ни в коем случае. Мы выбираем файл с расширением «КМЛ». Выбрали. Выбираем папку, в которую мы хотим все это положить. И сохраняемся. Теперь, вернувшись в программу OZ Explorer, мы можем через меню «Файл», загрузить из файла, найти строчку «Импорт файла Google Edge» в самом низу меню и загрузить ранее сохраненный файл с точками интереса. Вот эти временные метки. Мы видим, что точки, сделанные в программе Google Edge, точки любопытства, они спроецировались на нашей карте OZ Explorer. Соответственно, мы можем теперь как-то поработать с этими точками, что-то удалить, что-то переместить и, соответственно, этот файл сохранить, опять-таки, экспорт в Google Edge. То есть, две программы могут в принципе, через файлы «КМЛ» информация по точкам интереса с помощью файлов «КМЛ» может вполне легко переноситься из программы в программу. Таким образом, программа OZ Explorer и программа Google Edge будут друг друга дополнять. Ну, на этом по OZ, по теории у меня пока все. Так что, камрады, я поехал копать. Вы оставайтесь, осваивайтесь в новых фичах OZ Explorer. До новых встреч! Не забывайте ставить лайки, кому понравилось это видео. И всем удачи в копе! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok